Карина Уксупаева даже села и говорит, ты в моменте просто везде появилась. Ты садишь мурашки. Часто в отношениях не переписала на меня машину. Проституция, эскорт. Я не поняла, как я в этом оказалась. У нас не было секса. Тебе было страшно, когда ты выходила замуж? Всё отменила. У нас свадьбы не будет, я всё отменяю, я передумала. Всем привет, девчонки. Меня зовут Алина Ли, и это мой первый подкаст. На подкаст я решила звать интересных девушек, которые сделали себя сами, чтобы на их примере, на примере их историй вы могли замотивироваться и тоже начать что-то менять в своей жизни. Первый наш гость — Амина Рамазанова. 25 лет, блогер, модель, актриса. Амина, расскажи немножко о себе. Всем привет. Спасибо, что ты меня пригласила. Первый, да, ещё? Да, самый первый. Вау, классно. В блогинге я не так давно, как пару лет. Вот собираюсь открывать бизнес. Амина, буквально два года на просторах Инстаграма. До этого никто тебя особо не знал, ты жила в другом городе. Расскажи, как получилось так быстро, так стремительно вырасти, кто ты использовала, что тебе помогало, или, может, кто-то помогал? Тут есть такой момент, что, оказывается, я себя обесценивала. Потому что, чтобы вот так выстрелить, идут минимум там 5-6 лет. Да. Ну, как ты на своём опыте. И когда мне начали говорить, когда Карина Уксукваева даже села, говорит, ты в моменте просто везде появилась. Как так? Я вообще работать начала с 15 лет, и в 20 лет я уже открыла свои бары. Потом начался карантин через пару лет, и я всё это завершила, закрыла. Я, наверное, взяла весь этот опыт. Когда всё бросила, уже всё продала, я решила стать блогером. Я переехала, ну, я хотела раскачать медийку. Я переехала в Алматы, но у меня уже был свой багаж. Свой багаж опыта, как строить бизнес. И, так скажем, блогинг — это тоже бизнес. Да. И я со своим опытом просто все свои навыки применила в новой сфере. И у меня это получилось. Ну, самый первый, наверное, момент такой я почувствовала, это когда меня пригласили в сериал «Шекер». Когда я получила узнаваемость и монетизировала Инстаграм. Кстати, мы с Аминой познакомились в ресторане. Вообще случайно, я даже не знала. Ты тогда ещё, по-моему, особо даже не вела Инстаграм. У меня были просто красивые картинки. Я сидела в ресторане за столиком, она сидела за соседями. Я на неё весь вечер смотрела, она такая красивая. А я на тебя смотрела. Да. В общем, тебе пришла и сказала, что ты красивая. А потом моя подружка мне говорит, смотри, мы её видели в ресторане? И я такая, да, и вот так подписалась. Быстро, на самом деле, Амина действительно залетела на блогерский рынок, так сказать. Потому что, действительно, практически все блогеры, которых там сейчас смотрят и знают, это те, кто стартовал там 5-6, а то и 10 лет назад. Кто с вайнами, кто там с гивами и так далее. Наверное, такой прям сильный скачок, когда я почувствовала охват и просмотры, это когда до меня докопались. Когда я проснулась, у меня вот так куча звонков, куча сообщений. Я в 3 часа после пятницы, у меня ещё, у меня такое настроение было пятничное. Я вот так потусила, отдохнула и в субботу так просыпаюсь. И мне Динара звонит. Динара, это мой менеджер. Говорит, пожалуйста, не заходи в Инстаграм. Я говорю, что случилось? А у меня ещё, как назло, дома интернет не работал. В этот момент свет отключили. Мне пришлось выехать. Я выезжаю так, захожу в Инстаграм, а там вот всё разрывается. Всё. Я думаю, так, Амина. И мне Динара звонит, говорит, пожалуйста, только не наделай глупости. Давай поговорим. Послушай меня. Давай ты сейчас интеллигентно, грамотно ответишь этому человеку. То есть там ни за что. Ну, ты знаешь этого человека. Я просто не хочу её озвучивать. А мне так обидно было, неприятно. Я первый раз вот столкнулась вот таки с открытой войной, так скажем. Но как я начала отвечать, а все меня подписчики просили, Амина, сделай что-нибудь, Амина. Ты же не такая, Амина, Амина, Амина. Я такая, знаешь, я сама даже особо не хотела, но я видела вот эту боль моих подписчиц, которые, ты не ответишь, ты промолчишь, ты это проглотишь. Я такая, хорошо. Я вот так настрочила, там написала, угрожала. Я думала, я сейчас пойду к ней домой. Я клянусь, у меня есть её адрес. Я думала, что я поеду к ней. Я вот так завалу себе, вот ещё как отхеровать. Не связывайтесь с ней. Просто я понимала, что это потом уголовок, ну это... Ну да. Ну мне предлагали разные варианты. Я говорю, нет, в принципе, я успокоилась. Мы как-то это всё, я думаю, по-человечески решим. Аккаунт, я не сносила её. Это вообще какой-то мой знакомый. Я его даже знать не знаю, точнее, в жизни я его ни разу не видела. Он просто взял за меня, заступился. Есть несли аккаунт, да, после этого? Да, есть несли аккаунт, сразу же. Хотя я даже, я не просила. Я пока печатала вот этот текст в сторис. Я вот так, и вот так скидывала Динаре. Динара отфильтруй, потому что там мат за матом. Она говорит, здесь вот угрозу надо убрать. Я же ещё хотела... Чтоб всё законно было. Да, я хотела и по красному, и по чёрному. Выросли просмотры, начала аудитория по-другому относиться. Я как-то раскрылась и характером. Сама по себе хожу, никого не трогаю. Но в моменте, вот сейчас я нахожусь в таком состоянии, что вроде как будто я уже перепробовала... Не то, что перепробовала всё в Инстаграме, но как будто я всё-таки не до конца не готова открываться, что ли. Потому что когда ты ведёшь себя чуть наглее с подписчиками, дальше держишь свою аудиторию, когда ты им не раскрываешься, они тебя больше как будто любят и уважают, и как будто боятся. А как только ты рассказываешь о своих проблемах, о том, что у тебя там слабость, ещё что-то, ещё что-то. Ты когда пытаешься что-то хорошее и полезное сделать. Вот я когда курс издавала, или бесплатный тур по Казахстану, сколько там хейта было. И не только от подписчиков и подписчиц, и от коллег. То есть такие подколы. Как ты, кстати, вот к этому относишься вообще, в принципе, когда только начинала? В любом у тебя хейтили? Вот когда только такой старт был? И вот сейчас, когда были пики, поменялось ли вообще отношение к хейту? Вначале я на хейт не обращала внимания, потому что я была такой девушкой. Я фоткалась в нижнем белье. Сейчас я меньше это делаю, но, возможно, уже буду делать снова. Вы потом узнаете, почему. Высказывалось там очень всё громко, ярко. Мне это всё нравилось. И когда люди меня хейтили, мне это нравилось. Я такая, да, блядь, вы просто не можете вот так вот смело, какая была бы у вас такая фигура, была бы ещё что-то, ещё что-то. А потом я начала доносить уже какие-то моральные ценности, начала разговаривать больше, выслушивать. Я молодой блогер. Я наблюдала, кто, как, да, у кого аудитория больше, почему, анализировала, почему статистика у кого-то больше, да. Допустим, я всё это анализировала, проводила постоянный анализ. Я думала, может быть, всё-таки без нижнего беля и вот так вот так может упаковать себя как бренд и попробовать так, потому что так залетают. Короче, я хотела стать коммерческой, но у меня это очень плохо получалось, потому что всё вроде скромно, аккуратно-аккуратно и раз в купальнике. Я просто ждала каких-то крупных контрактов, то есть от банков, может быть. А, блин, ну надо подстроиться. И вот так я начала терять себя. И после у меня получилось выгорание. Мне постоянно ещё стороны говорят, ты несёшь ответственность за аудиторию. В итоге я просто потеряла весь контент. То есть такая, блин, ай, нечего говорить, нечего снимать, я сейчас вот так скажу, а кто-то не так... Ну то есть я начала думать уже как подписчик. Самое сложное в блогинге — это когда ты начинаешь пытаться подстроиться по тех, кто тебя смотрит. Хотя на самом деле на любой контент есть свои люди. Ну то есть каждому своё. Может быть, этим не интересно тем, кто сейчас подписан, а интересно другим тем, кто придёт. Есть ещё такие фейки, ты сейчас меня поймёшь. Не которые вот всякое говно пишут и такие, ну вот, выстрели, выстрели, да? А есть такие вот один какой-нибудь фейк, который вот так точечно вот всякую вот фигню как понапишет, ты думаешь, вычислить тебя, что ли? Это, кстати, чаще всего знакомые пишут. Да, ну мне кажется, да, потому что прямо вот так вот точечно, и ты думаешь, что-то... И она прям вот, она же задевает. Блогинг, вот эта медийка, ты постоянно на каких-то качелях, на эмоциональных качелях. Тебе нужно всегда как будто вот эту энергию давать. Всем здравствуйте! Здесь у тебя длится выгорание не одна неделя, а месяц или два. Ты же не можешь два месяца подряд говорить, ребят, у меня всё плохо. А у меня так было. Типа я целый месяц, я была в загуле, то есть я пила много, и мне было, ну, душевно, как-то вот не по себе, что ли. Я была в поисках себя. И это, кстати, не лучший выход, вообще не лучший выход. Я пробовала и путешествия. Ну, путешествия меня, конечно, заряжают, но это и дорого. А так как в блогерстве деньги нестабильны, психика нестабильная, эмоции нестабильные, финансы нестабильные. То есть вот так вот всё прыгает. Ну да. И ты, конечно же, постоянно как будто на иголках. И в моменте, вот я сейчас только пришла к тому, что всё-таки надо оффлайн-бизнес открывать, потому что это зависит от тебя и физически, и ментально. То есть онлайн — это тяжело. Ну, блог всегда будет отражением состояния, да. Если внутри что-то не так, всегда будет всё сразу видно. Ещё люди, они же чувствительные, даже через экран, они понимают, когда ты там долю фальши им даёшь. Да. А, у меня было такое тоже, что я где-то месяц лежала в какой-то непонятной депрессии. Но я вела блог. Я вела и свои загулы показывала, и как-то гуляла, не могла остановиться, и как плакала, лежала. И потом... Ну, это же такое состояние, ты же не целый день лежишь, тебя же вот так кидает изо всех сторон, и ты пытаешься за что-то ухватиться, что тебя спасёт. Или путешествовать, или тусить, или дом поплакать, или фильмы лежать смотреть. И, ну, не знаю. Я вела блог. Я, кстати, не помню, как у меня тогда было, ну, именно по связи с аудиторией, но я не выпадала. Я не жалуюсь. Сразу скажу. Сейчас я не думаю, что этот... Если что-то напишите хуйню, я пизды им дать могу. Типа... Нет, я просто к тому, что я хочу показать обратную сторону, судить, ещё что-то осуждать. Это постоянно. Но со временем ты к этому привыкаешь. Потому что есть и хорошие стороны. Да. Конечно же, когда там рекламу... Полчаса снял, плюс-минус там что-то... Ну, текст выучил, да, подготовился, и там миллион тебе упал, да? Или какой-нибудь контракт, да? Там 3-5 миллионов. Ну, то есть... Или курсы, да? Допустим, ты определённо собираешь сумму, хотя курсы, вот как люди говорят, вот, да вы курсы, когда делаете, это всё так легко, там вам продюсер приходит. На самом деле, ты там тратишь целую неделю на съёмки. Ты учишь. У тебя есть, да, свой посыл, то, что ты говоришь, но тебе его нужно правильно сформировать, по пунктам, всё раскидать по папочкам, всё это перезаписывать. Можно сказать, у меня курсы не получились. Не получились, и, например, я тобой восхищаюсь, что у тебя это получается, и я скажу, что Алина, это тот блогер, который... У неё чёткий, выстроен механизм, она вот пахарь. Да, да. Мне так не даётся, типа. Ей так не даётся, как мне далось. Да, вот ты пришла такая за два года, да, а я 10 лет тут. И ты такая... Я понимаю многих блогеров, которые на меня... Ну да, да. Которые меня ненавидят, которые говорят, а почему у тебя рекламу заказывают, а у меня нет? А сколько тебе они заплатили? А мне? Ну, типа, а я ненавижу такие вопросы. То есть, мне не важно, сколько ты весишь, как ты одет, ты потолстел, да, похудел, там, волосы этот... Мне важны глаза, отружение твоей души, то есть, в каком ты сейчас состоянии. И для меня это важно для того, чтобы знать, на какие темы сейчас с тобой разговаривать. То есть, я могу под тебя подстроиться, я импакт. И вот, я ушла немного от темы, и я говорю вот про Алину, то, что она реально пахарь. Вот просто, я не знаю, мне это... Не сказать, что легко досталось, но... Ну да, у тебя немножко по-другому, да, у тебя другой путь, да. И у меня есть какая-то определённая форма... У меня хорошая интуиция развита. Есть люди, которые вот точно, чётко по плану действуют. Это вот ты рано просыпаешься, ты с утра до вечера прописываешь контент, ты вот где-то будешь сидеть, ты снимешь видео. Я такая, ой, сейчас, сейчас настроение нет. Она на лайте всё делает. Давайте перенесём. Мне кажется, ты такой человек, который двигается больше на... Ну, как бы, есть вот этот ресурс, есть утренняя стенд, ты делаешь, ты сразу рвёшь, просто вырываешь, это какой-то квантовый скачок, а потом тебе нужно затишье, заземление, отдых. Ещё я очень импульсивная. Я такая вот, здесь, сейчас, всё сделаю. Всё, я всё сделаю. И она такая, всё, девочки, у меня выгорание, можно? Да, ты более творческая. Я супертворческая, да. Я сейчас в терапии, допустим, и я второй раз за год в терапии. В детстве меня отдали на танцы. Я ходила на вокал, на рисование, на скорочтение, которое мне не понадобилось. Ну, то есть, я до сих пор... Я ещё казахскую школу закончила. И что-то у меня ещё было, я вот не помню. А, на фортепиано отдали. И у меня из-за этого по жизни расфокус. Потому что я... С фортепиано у меня не получилось, я там плакала, меня заставили просто. А сейчас я жалею о том, что я не училась, да. Я просто была вымотана постоянно. И поэтому, наверное, у меня как-то это чуть-чуть осталось, и сейчас я вот это как бы разгребаю. Потому что я не вокалом толком не занималась, хотя у меня хороший голос. У меня есть талант просто, и всё. Но мне тогда преподаватель сказал, ты когда поёшь, у тебя некрасивое лицо. Мне восьмилетней девочке, которые и так психика расшатанная, и так она бежит из дома, а ты, типа, ну, ты взрослый человек, ты мне такое говоришь. При всех ещё. Какое у тебя, кстати, было детство? Отношения с родителями? Поддерживали ли они тебя? Родители, если честно, меня родители никогда не поддерживали. Меня мама никогда не поддерживала. Она по сей день... В общем, я чуть-чуть так вкратце вот так приоткрою, наверное, занавес. Я же возила её в Дубай, да, я пыталась, и я пыталась вот эту возродить любовь, я всё равно пыталась купить эту любовь, но сейчас я уже ничего не делаю. Если им нужна помощь по здоровью, я им сама организую больницу и так далее. Это первая потребность. А остальное я, типа, я ничем не помогаю, и потому что я устала делать это односторонне. Ну, то есть, я не знаю, типа, с мамой у меня по сей день она не орёт на меня, она не контролирует меня, ничего, ну, как бы, потому что я как гавкну, если что-то такое будет, потому что я научилась отстаивать себя. Но сейчас, может, кто-то судит, кто-то нет, но не ва, да, это судить, потому что вы не знаете моё детство. большинство людей понимают проблемы с родителями. Да, потому что вот проблемы с родителями, сейчас, наверное, многие меня поймут, общество или рандомный человек возле тебя говорит, чтобы ты любила и уважала своих родителей или там, мужа, да? ну, вы ведь не знаете всего, что там происходило. И это невозможно, вот если человек причинил тебе столько боли, когда ты всю жизнь, да, пытаешься что-то сделать, чтобы на тебя обратили внимание, чтобы тебя полюбили, чтобы оценили твои действия, что ты... Вся моя жизнь, это как будто было доказательство тому, что, когда она мне 15 лет говорила, ты будешь шлюхой, проституткой, я говорила, я постоянно оправдывалась, я принципиально, наверное, где-то внутри себя, поэтому я была так категорична, когда я работала официантом, я смотрела на девочек таких, я думала, шлюха, проститутка, типа, я не такая, вот так, у меня такое мышление складывалось, почему? Потому что меня вот так постоянно сверху вот так стояли надо мной, и когда у тебя столько боли причинили твой родной человек, и ты из этого выбиралась, я с 18 лет из этого выбиралась, в плане психологически, физически я ушла ещё в 15 лет, и что ещё было? А, ну вот, ментально, когда я разбирала себя, всё по полочкам просто, сколько слёз было, сколько, не знаю, сколько истерик, и я её оправдывала постоянно, ну, то есть, по-разному оправдывала, но чем старше я становлюсь, тем больше я не нахожу оправданий, потому что я перевезла своих сестрёнок в Алмату, я тоже хотела быть им мамой, ну, это мои, я закрывала свои гештальты, потом я уже сняла отдельную квартиру, потому что я поняла, что я ещё своим детям нужна живая, здоровая, психически, ну, психически нормальная, и тогда я поняла, что всё-таки я же, будучи мне 24 года, я даже с сестрёнками так не обращаюсь, то есть, я всегда с ними, вот недавно у меня Даянка, старшая сестрёнка, она говорит, у меня, типа, депрессия, мне плохо, я говорю, давай, выходи, сейчас поговорим, я её забрала, и мы 4 часа сидели, разговаривали. Это то, что должны делать родители со своими детьми. Родители, вот, запускают огромную ошибку, они не говорят с детьми. Это, знаете, спроси, вот, ты хороший родитель, да, ты хороший родитель, если ты хоть один раз разговаривал по душам со своим ребёнком, что ты не спрашиваешь, какие у него оценки, а ты спросил, как у тебя в школе, как ты себя чувствуешь? это разные вещи. Да. Ну, типа, у меня было по школе такое, что за меня бабушка очень сильно болела, благодаря ей я хорошо закончила школу, благодаря ей я знаю, что такое любовь, потому что она, когда меня приводила себе на работу, все такие, внучка Сарамамбетовна, внучка Сарамамбетовна, но она такая, она вселила в меня эту любовь, и поэтому она была человеком-праздником, это у меня от неё. Всегда одеться красиво, ярко, то есть всегда что-то новое купить, это всё от неё, даже у неё были долги, но она всегда пыталась для меня что-то сделать, она брала в долг, вот она говорит, ладно, пойдём, обувь тебе в долг возьмём, выберем, выберешь себе сапожки, ну, то есть она, я видела, как человек старался, вот она, любовь, безвозмездная, и когда она умирала, ну, то есть я, когда её потеряла, 4-3 года, ну, 4 скоро уже будет, года назад, я думаю, я всё, как будто ты одна, потому что так безвозмездно тебя, ну, чтобы любили, просто вот улыбались, такое редко, когда встретишь. Вот общество требует, чтобы ты любила, уважала родителей, но не нужно слушать общество. И вот это внутри сидит, типа, доказать маме там или папе, из-за этого доказательства, они выбиваются, как раз-таки вот этот первый толчок делают. Первый толчок, это вот эта вот первая ступенька, это благодаря моим обидам. Да, да. Я всегда говорила, я не буду как вы, я буду другой, моя семья будет другой, моё будущее будет другим. Я это сделаю всё сама. Да. А потом... Потом тебя кроет. Тебя кроет. Да, если ты не проработаешь обиды, всё. Да, то есть это первый скачок только, до определённого уровня. Да, да, да. Чтобы дальше расти, вот я сейчас над этим работаю, чтобы дальше расти, это совершенно другой уровень. Да, нужно отпускать, потому что потом уже не получается двигаться из вот этого вот. Не получается, не получается. Доказать, доказать. Ты стоишь просто... Тебя вот так выбивает постоянно. Да, это до определённого времени. И всё, ты потом вот так стоишь, а тебе-то мало, мы всегда хотим всё больше и больше и больше. Да. На чём ты вообще двигалась? Вот у тебя не... Ну, условно, тебя не поддерживали родители. У тебя не было там, как все говорят, папики, там вот эти вот все, кто тебя там поднял и так далее. У тебя всего этого не было. Ты делала сама. Что вот внутри? Сила воли, стержень, характер, мотивация. Люди ищут мотивацию. Я, например, человек, который против мотивации. Я считаю, что... Ну, ты знаешь, я такая. Есть дисциплина. Если ты хочешь что-то менять, да, ты делаешь. Как ты делаешь? То есть вот таким людям, которым ты откликаешься, что бы ты им сказала? Которые тоже стартуют, вот без ничего у них нет стартового капитала. Наверное, я скажу... Просто на своём опыте я расскажу. Ну, я, когда переезжала в Астану, чтобы вы понимали, я ещё выиграла грант в Туркестане. А я северная девчонка. Ну, типа, я... У меня только север, и у меня была мечта, это Астана, типа, столица, всё. И меня хотели отправить вот в Туркестан, потому что я там выиграла грант. Я не хотела этого на самом деле. Я такая, ну, что-то по русскому языку, что-то этот... Олимпиаду выиграла, и всё, и мне предоставили. А я с 10 по 11 класс уже подрабатывала с официантом. Мне тогда было 14, чтобы вы понимали. Я приехала в Астану на лето к своей сестре двоюродной. Она меня устроила официанткой. И смогла сдать меню. Вот это Цезарь, я не знала салат. Ну, то есть я не могла выучить соус. Чтобы понимать. Я не могла отличить перье от боржо. Представляешь? И все три месяца я заработала 100 долларов, и то это были чаевые, которые... Там был взрослый человек, который мне вот так даёт. А я же маленькая. Она говорит, Казам, тебе 18 есть хотя бы? Ты же такая маленькая. Ты же как моя дочь. Ты что-то делаешь. Он мне вот так деньги даёт. Он говорит, уходи отсюда. Я когда работала официантом в начале, я когда видела, что семьи приходят ужинать с детьми, я вот так стояла у ресепшена, и у меня вот так слеза текла. Какие-то с меня аж мурашки. Почему не я? Почему не мои родители? Постоянно когда приходили. И насчёт этой темы я со своими сестёнками тоже разговаривала. Потому что я говорю, у вас не было такого? Потому что давайте обсудим, чтобы вы не закрывались. Потому что я знаю, что это такое. Понимаю, что тяжело, типа, учиться и работать, мне нужны деньги, я не хочу голодать, я не хочу на автобусе ездить. Вот моя мотивация была. Не знаю, почему, но мне кажется, эта бабушка вселила в меня вот это здоровое эго. Благодаря ей, благодаря её любви. Я очень сильно ей благодарна за счёт этого, потому что она мне всегда давала всё лучшее, и поэтому, наверное, в голове у меня заложилось, что да, нет возможности, но попытайся. Я устроилась полностью в грузинский ресторан. Я вначале устроилась под именем Диана. У меня была подруга, ей было 18. Я взяла удостоверение, скопировала. Она же, когда копируется, такое тёмненькое, мы похожи были. Я и вот так работала под именем Диана. А там были ещё такие официанты, вот в жизни всё так же, которые по 20 лет сидят на одном месте, типа, и командует. Мне говорили, я тут 18 лет работаю, ты кто? Меня один раз випку загнали, типа, ещё раз рот откроешь, иди натирай посуду. Я поняла, что я уже выросла с этого заведения, и мне нужно дальше. Я пошла в премиум-класс ресторан, ну, туда, чтобы устроиться, там капец, всё меню, там ещё 280 видов виски было. 280. Это один из таких дорогих, только открылся, вот, кстати, кто работает в общепитии, совет, вот заведение открывается, пару лет поработали, свалили в другое. Но в Астане это так, потому что там хорошие заведения заживут два года, плюс хорошие деньги всегда только в клубах, даже не в ресторанах, а именно в клубах. сейчас я к чему рассказываю, вот, я устроилась в этот ресторан, и чтобы выучить всё меню, а мне нельзя было ни месяца быть без работы, потому что я оплачивала ещё квартиру уже, и всякое такое. Как раз таки я, когда устроилась в новое заведение, у меня тогда не было денег за оплату квартиры, я устроилась хостесом на первые два месяца, чтобы привыкнуть и выучить сервис. Помимо меню всё фигня. Вас учат филетировать рыбу, как правильно убирать кожуру, косточки, как правильно принимать меню и так далее. Ну, то есть все детали, как разговаривать, всё. Вас полностью обучают. Как вино наливать, с какой стороны, как обёртка должна быть. Это сейчас в жизни помогает? Вообще, да, помогает. Поговорить о вине, о виске, там, да, помогает. Как разложить салат, красивые жутки. Ну вот, да. Вау, а так можно было, я говорю, да. Ну, то есть, да, и, наверное, этот сервис мне помог быть внимательной. Быть внимательной к деталях. Допустим, я сейчас собираюсь бизнес открывать, я знаю, что сервис — это на первом, всегда на первом. Вот, я проработала там, я поняла, что всё, я потом уже ушла в клуб. Задерживали зарплату, нас обманывали, нас этот... Я на третий месяц, я говорю, короче, хорошо, живём по вашим правилам. Я договорилась с колянчиками, с барменами. Ещё постоянные гости. Почему я работала на репутацию? Потому что вот мои прошлые гости с премиум-класса ресторана, они ко мне всегда... Я им представляла такой сервис, они ко мне как сестре, реально, как сестрёнки относились, типа, как братан. Ну, то есть, я поэтому такая, наверное, я с пацанами умею ладить, потому что я могу вести себя как братан, как пацан. Типа, ты... Ну, когда они начинают, типа, подкатывать. Я понимаю, что он не в моём вкусе. Я говорю, э, заебал, ты чё? Долбоёб, что ли? Я вот так разговариваю. Ну, то есть, чтобы пацан... Ну, чтобы парень понимал, что я к нему по-другому относиться не буду. Я не буду такая... Знаете, с мужчинами, которые мне нравятся, я могу вот так разговаривать? Да. Вау. А что потом? Не, ну, смотри. Я могу вот с ним вот как-то, да, беседу проводить, прям вот слушать его внимательно, анализировать. А если он мне не нравится, я говорю, да ты заебал. Как? Ну, понятно. Не помню. Мужики, если... И занос не слушает, вы сразу мимо. Ну, это же прикольно. Я вот такая. Вот когда в клубе и у меня были вот постоянные гости с того заведения, говорят, вот, Амину, нам только Амину, мы ей доверяем, соответственно, я им доверяю. И они у меня там за наличный алкоголь покупали, там один алкоголь 70-80 тысяч стоит, 100 тысяч, 300 тысяч. И, конечно, я вот так и вытаскивала деньги. Но как эти деньги быстро приходили, так и уходили. Вот когда ты в Алмату приехала, у тебя тут никого не было, правильно? Тебя тут никто не ждал, не встречал, там не помогал и так далее. И очень быстро, мало того, что ты там стала блогером, там, понятно, да, в инсте залетела, очень быстро ты ворвалась, скажем так, в блогерскую тусовку и начала общаться с блогерами, там, с бизнесменами, в общем, со всеми просто, со всеми, кто на слуху, ты была там. Наверное. Как это, да? Да. Как это? Я остановлюсь на этот бар. Я вижу своих гостей, ещё старых, ещё с того ресторана. Я говорю, вау, здравствуйте, как ваши дела? Я так обрадовалась. Они говорят, вау, Амина, а ты что здесь делаешь? Я говорю, работаю. Они говорят, у тебя пять лет опыта, и ты стоишь за нашим баром, барменом. Я говорю, это ваш бар? Они говорят, ну да, типа, есть команда, а у меня нихера нет, ни денег, ни команды, ничего. Есть только смелость и вера в себя. И я говорю, есть. Главное, говорить, вера. Да, было. И они говорят, ладно, в понедельник подъезжай в офис. Я ещё помню, болело, как просто ещё холодно было, болело, зима это была. Просто кашляла, просто как туперклёзник. И это всё в один момент. Я думаю, как я сейчас перед ними появлюсь, мне так стыдно. Ну, то есть, не уверен так себе была. Я приехала, я просто за выходные, за воскресенье позвонила своим коллегам со старого заведения, говорю, поехали, типа, есть тема. Темка одна есть. Давайте увидимся. И всё, мы приехали в офис, мы выслушали их, что они хотят. Они вообще не занимались барами, они бизнесмены, они просто хотели протестить, и они хотят, они захотели вот так, выручку в три раза, чтобы я им окупила за три месяца. И они ещё хотели продать в три раза дороже. То есть, у них там бизнес-план очень чёткий был. И у них это получилось, за что их ненавидели просто, и меня ненавидели. Ну, то есть, я, конечно, под гребёнку эту попала. Но я выполнила план. Я выполнила план. Потому что я, чтобы вы понимали, я выстроила так систему, я сверху поставила человека, который будет следить ворует или нет. Хотя они даже не в курсе были, моя команда. Я зашарила полностью. То есть, я понимала, что это мой хлеб, и это моя возможность вырваться в люди. Это прям моя возможность, которую я схватила вот так за руки, зубами. И я вот так посреди работы могла уволить и сама стать за бар. Типа, уволен, всё, не подходишь. И я оплатила одному бармену, Жану. Блин, я вот так люблю Жан. Очень. Он у меня потом шеф-барменом работал. Я ему платила из своей зарплаты дополнительно, потому что он дорогой был, а мои руководители говорили, нет, типа, он дорогой. Я говорю, хорошо, он будет у меня работать. Я знала, что он кассу принесёт. Я умею чувствовать людей, я вижу в них таланты, я умею вот это вот, ну, чувствую. Мне так, мне похуй, я так чувствую. Я сплатила со своего кармана ему деньги. То есть, я свою девочку научила крутить пацанов на шампанское, чтобы ты понимал, у нас плюс пять там перененов запасом лежало. Хотя пацаны вот так платили за баром, это не за столом. То есть, мы делали, мы очень много делали, потом на меня жаловали, что я переманю гостей или ещё что-то. Хотя я давала такой сервис, что я бежала ко входу туда-сюда, туда-сюда, встречала гостей, чтобы их пропускали без очереди, договаривалась, всем вошляла там. То есть, я делала всё. То, чего они делают другие бары, и поэтому я закрывала хорошие результаты и хорошие деньги. И меня за это ненавидели. И одна женщина, я помню, как сейчас она ко мне подходит, а все замывают бары, тишина. Мне тогда было 20 лет. И она ко мне подходит и говорит, она взрослая, лет, наверное, 50, неухоженная, вообще никак. И она мне говорит, ты малолетка, ты что себя возменила? А она и так меня подстраивала против всех. Ко мне один учредитель подходил и говорит, а что ты моих гостей переманиваешь? Я говорю, во-первых, не ты, во-вторых, ты сначала узнай правду, потом пизди. Всё, разговор окончен. А, и мне эти учредители дали долю, они всё это провернули, нас ненавидели, они мне дают долю, и больше я их не видела в жизни, вот, я нигде их не видела. Они мне дают долю, потом мне ещё надо было занять деньги, мне их хватало 3 миллиона, всего 3 миллиона, у меня было 7 миллионов, мне их хватало 3 миллиона. Я как-то, как-то я взяла в долг у одного гостя, в долг под проценты, и через два месяца я дала 5. Ну, то есть, я залезала, и у меня даже мой Жан, вот, мой бармен, он мне говорил, вот, все идут спокойным путём, там, светофор, зелёный, чё-то ждут, да, потом идут, ждут, идут, и Амин вот так, по полисадке, по деревьям, вот так, но чё-то там пытается, то есть, я когда свой бар открывала, это было прям действие. Крыш, ты идёшь в ва-банк просто всегда. я иду ва-банк, потому что ты либо рискуешь, ну, ребят, когда ты с нулём, когда у тебя нет финансовой подушки, не, у тебя нет, в принципе, безопасности, ни ментальной, ни финансовой, никакой, тебе терять нечего. Да. И ты идёшь, потому что ты голоден. Я до сих пор голодная. И я тогда открыла уже, когда свой бар, я сама всё это леской наматывала, всё, ну, короче, там всё, и потом отношения, которые меня очень сильно подбили, это вот когда два ребра, я рассказывала эту историю в Инстаграме, когда два ребра сломали, объязвивные отношения, всякое такое, это для меня был самый пик объязвивных отношений, после чего я себя полюбила. Потом я вернулась опять в Шпит, открыла второй бар, и потом карантин. Карантин, и я просто год, я гуляла. В тот момент я уже смотрю вот так в зеркало, и думаю, всё, Амина. И мне постоянно открыли, лети в Алмату, все говорили, лети в Алмату, Алмата, Алмата, Алмата. И я вот так, по идее, почему бы и нет? Я за три дня решаюсь, за три дня... Опять ва-банк, да? Да, ва-банк. За три дня решаюсь переезжать в Алмату. У меня было, а я заняла 250 тысяч, я заняла 250 тысяч в деньге у подруги, чтобы... А здесь одна знакомая тоже переехала. Ну и Нана уже замуж вышла, и она сняла возле АДК Плаза, там квартиры за 250 нашла, чтобы я переехала, и мы вместе начали жить. Но потом я продала уже бар, и у меня уже деньги были в кармане, 4 миллиона, и всё, я уже сняла отель поблизости, и жила там, и потом я вошла в отношения. А, нет, сначала в Щекере снялась, потом я уже вошла в отношения. Про отношения сейчас тоже, да, поговорим? Это вот те отношения. А дальше мы все знаем уже, что было. А дальше уже, да, дальше уже вы всё знаете. Да, отношения, у тебя был болезненный опыт, потом... Да, у меня в Астане всегда были болезненные. Вот первые мои отношения, когда тебе говорят, ты не действительница, хотя ты просто занималась танцами, да, или по природе бывает такое, что у девушки не идёт кровь, это абсолютно нормально. Обязивные отношения у меня были, когда тебя обвиняют они действительности, потом что-то тебя, ну, на меня руку поднимали, меня избивали, ещё что-то, ещё что-то. Я была терпилой просто, ну вот. Я тогда поняла, Амина, либо ты себя сейчас начнёшь ценить, либо тебя просто все будут так использовать. Когда я переезжала со стены в Алмату, я пообещала себе, что у меня будет всё самое лучшее. Я не соглашусь на меньшее отношение, там, чтобы парень меня любил, чтобы он меня любил, уважал, ценил, дарил подарки дорогие. Вошла в отношения, он мне на пятый день заказал Мерса, Е200, новый, с бантом, с бантом, или как это правильно, давайте, поправьте меня. Цветы тысячу по тысячу, три, триста три, три тысячи три розы, вот так вот. Ну, то есть всё, да, там бантик, там что-то развязал, повязку, всё так красиво. Я первый раз слетала в Дубай, ну, то есть он показал, что такое путешествие, но он не переписал на меня машину. Да. Он не переписал на меня машину, и девочки, вот говорят же, типа, вот, а ты там, задержанка, эскортница, ещё что-то, ещё что-то. На самом деле, вот представьте, мне тогда 22, 21, 22, да, года, молодая, красивая, амбициозная, и тебе парень дарит там машину, там привязывает карточку, причём он никому так не относился, и девочки там капец, а он, ну, такое, гуляка, по девчонкам, любит девочек красивых, и этот, и мне все пишут, вот, да, ты временная, да, там, ты же очередная, и всякое такое. Ну, наверное, ты с этим сталкивалась, когда, да, ты выходила замуж, а он уже намерен был жениться на мне, и надо было тогда меня брать замуж, потому что я была в розовых очках, но потом, через два месяца, когда я узнала, что машина не переписана, я поняла, я анализировала это очень долго, я поняла, что человек, как бы он заботится обо мне, любит, он постоянно пледиком укроет, чай мне нальет, ну, то есть, гиперзабота, но это была гиперзабота отца, я закрывала, возможно, вот, потребность отца. А он старше был, или? да, кстати, вот девочки, у которых обычно с отцом такие отношения, они всегда мужчин выбирают, ищут постарше, а сейчас мне нравится помладше, так что я маму, так что, шучу, теперь маму прорабатываешь, возможно, я и маму прорабатываю, значит, я приду в будущем к балансу, да, ой, сейчас я вот так смеюсь, а надо плакать, стендап, блядь, стендап таки рождается, и я вот тогда начала анализировать, то есть, карточка же не моя, то есть, он падает вот этой гиперзаботой, любовью и так далее, он мне говорил, не надо работать, кстати, из-за таких мужчин девушки и ломаются, сейчас почему, я объясню, сейчас я дарасскажу, я проанализировала и думала, блин, он же любит меня, всё вроде, почему я такая неблагодарная, на самом деле, это такая манипуляция, просто держать тебя на тонком поводке, на коротком, что ты никуда от него не можешь, ни шаг правый, ни шаг левый, ты полностью зависишь от него, нет ничего хуже зависеть от человека, хотя, была бы другая девочка, она бы на всё это готова и жила бы, и всё было бы отлично, но я ему сказала, либо ты переписываешь на меня машину, либо нет, и он сказал, ну у нас нет твоё моё, у нас общее, я говорю, нет, типа, зачем мне тогда надо было так вот дарить, при всех, я говорю, всё, типа, на этом заканчиваются наши отношения, и я была без ничего, типа, я была разбита, с разбитым сердцем, у меня были кое-какие накопления, я переехала, я была с разбитым сердцем, если бы я, если бы у меня не был прошлый опыт такой сильный, то, наверное, я бы сломалась тут, в Алмате, почему? Потому что, вот так девочки ломаются, проституция, эскорт, мефедрон, почему? Потому что, тебе вот так всё красиво, всё сразу дали, путешествия, бренды, там, ты в центре города живёшь, на крутых машинах катаешься, которых я в жизни даже не знала их названия, то есть, а потом у тебя так, и всё, нету, а красивой жизни же хочется, и так девочки ломаются, причины, имейте в виду, что вы за это тоже несёте ответственность, не только женщины за это несут ответственность, я тогда встретила свою любовь, я начала встречаться с другим парнем, у нас там не про деньги было, у нас там была прям высокая любовь, и я скажу, что не всем в этой жизни даётся испытать настоящую любовь, не всем в этой жизни, это когда вы не занимаетесь сексом, а когда вы занимаетесь любовью, и любовь, она тебя раскрывает по-другому, ты начинаешь мир видеть это по-другому, и, конечно же, ты уже начинаешь более, какие-то твои вот внутренние качества, так скажем, те же самые чувства, как интуиция, оно всё как будто расширяется, и ты становишься мудрее, опытнее, и со временем ты только это понимаешь, в моменте вас чуть-чуть шатает, но потом со временем мы, к сожалению, расстались, или к счастью, но так надо было, но это то, что меня раскрыло по-другому, как женщину, и я испытала и другую жизнь, да, и бедную, и когда тебя абьюзят, и богатую, когда у тебя всё есть, и любовь, когда ты вот этот весь, всё этот опыт испытываешь, ты уже как-то по-другому на этот мир смотришь, больше такая раскрытая, что ли, вот так. А сейчас-то в отношениях, как сейчас на личном? Ну, я уже, наверное, полтора года не встречалась ни с кем. Кстати, я сходилась с тем человеком, который мне дарил Мерседес, он мне потом подарил рейнджерой, и уже переписал, то есть я два раза на один и те же грабли не наступаю, да, и это такой мой незакрытый гештальт был, и я была благодарна, и мы расстались. Ну, то есть всё, я уже... Спасибо за рейнджерой, пока. Спасибо за машину, пока. Нет, мы до сих пор поддерживаем отношения, это очень хорошее. Да, ты знаешь, все об этом знают, то есть, да, всё нормально. Я ему безумно благодарна за заботу, за опеку, за то, что он постоянно переживает, он всегда по Алма-Ате слышит, а это ты проехала, всё хорошо с тобой, ну, то есть он всегда вот как будто вот как мой ангел-хранитель. Но у нас как отношения, как будто отец-дочь, не более. Ну, я тогда встречалась с парнем, у нас не было секса и всего этого, у нас был прикол в том, что когда ты ещё для него мамочка, то есть ты же берёшь, условно, если в отношениях сто процентов ответственности, ты берёшь на себя девяносто, ему ничего не остаётся, как взять эти оставшиеся десять. Да, и просто вот так ещё не делаете. Я взяла эти девяносто, он так с кайфом походу понял, что такое жизнь вообще, когда ты не паришься. Так расслабился, прилёг и ждал. Какая ты мне хорошая, а ты конфетки принесла? Это вообще, это такой прикол. И знаешь, я поняла женщины, которые вот работают, а их мужья сидят дома, смотрят за детьми, готовят обед. И мне даже сестра моя тогда сказала такую вещь, типа, ну, если ты любишь, да, и тебе как бы хочется быть с этим человеком, ну, работай ты. Ну, как бы тогда ты строй вот эту мужскую часть, а он пускай вот то, что он умеет. И не жалуйся. Да, и не жалуйся тогда, да, но если ты любишь, если ты готова к этому. Если ты готова к этому, да. Опять же, здесь такая вещь, если человеку нравится это, делай, не нравится, не жалуйся. Это не значит, что это ненормально. То есть я не говорю, что он плохой. Дело не в том, что он плохой. Дело в том, что мы вот так вот повлияли друг на друга, когда мы встретились в тот период времени. И я тогда для себя просто поняла, он точно не для меня. То есть я не смогу пахать, делать всё время, решать, чтобы дома меня ждал любящий муж с борщом. Это очень странно, не знаю. Нет, ты не про это. Я не поняла. Я не поняла, как я в этом оказалась. Потом только уже проанализировала. Вот. И, короче, когда ты находишься вот в таких длительных, абьюзивных, сложных отношениях, у меня же ещё до этого тоже были абьюзивные отношения, поэтому, наверное, я так рано вышла замуж. Мне кажется, что если бы я не вышла в 18, я потом очень поздно уже вышла. Но я скажу, ты очень умно всё делаешь, очень правильно всё делаешь. Да, я просто в этих... Я очень много думала о том, что мне конкретно не нравилось в моих прошлых отношениях и чего мне там так сильно не хватало. Тебе было страшно, когда ты выходила замуж? Да, мне было очень страшно, знаешь. Я думала о том, что... Конец. Не то, что конец. Я не думала, что, типа, вот, там, жизнь, молодость кончится, гулять перестанутым и так далее. Нет. Я больше переживала за то, что это же, представь, такая ответственность. Понятно, что сейчас разводятся, это не стыдно и так далее, но мне не хотелось разводиться. Нет, каждая девушка, даже вступая в серьёзные отношения, она всегда думает, и она всегда думает о будущем, она всегда верит в эти отношения. Да, и поэтому мне было очень страшно в том плане, что я всегда думала, это же человек, которого ты выбираешь, по идее, один раз на всю жизнь. Ты с ним просыпаешься, засыпаешься, живёшь каждый день. Ну и как бы это такая ответственность. И у меня даже был однажды нервный срыв перед свадьбой где-то за полгода. Я всё отменила, у меня был такой стресс, не знаю, я плакала, не могла собраться как-то в кучу. Я, короче, говорю, всё, у нас свадьбы не будет, я всё отменяю, я передумала, короче, я испугалась очень сильно. И потом я себя взяла в руки и такая, всё, всё нормально. Да, это странно. Это был просто такой, знаешь, предсвадебный стресс. Из-за того, что мы год к свадьбе готовились, вот спустя полгода подготовки, я такая в ступоре, знаешь, а как это произошло? У него такое было чувство. Типа, или он как-то себя не так ведёт, это что, будет всё жизнь, типа. Да, да, я всё анализировала. Как будто бы всё, что было в отношениях, ты вообще по-другому на всё начинаешь смотреть, когда ты человека, ну, как будто ты замуж выходишь. Я уже такая, шаг лево, шаг вправо, я всё вижу. Вот с тех пор я, ну, полтора года я без серьёзных отношений. Ну, то есть у меня есть флирт, общение, где-то что-то я могу, но прям серьёзные отношения пока... Ну, это работа, наверное, с работой в отношениях. Ну, мне пока нормально. Мне, типа, нравится сейчас пока так. Ну, я не против, но я очень наблюдательная, и такая общая... Я могу загореться человеками, такая, всё неинтересно, и потом такая, свидание, а, я посплю, или, блин, у меня там динара ждёт, у меня там встреча, у меня там ещё что-то, ну, то есть у меня я всегда занята, типа. Ты очень легко находишь общий язык с людьми, то есть ты такая суперкоммуникабельная, вот куда ни придёшь, у тебя... Ну, тебе легко, да, заводить новые знакомства. Также ты приехала в Алмату без друзей, короче, ну, грубо говоря, да, у тебя никого не было, и ты очень быстро не просто нашла общих других, ну, каких-то людей, с которыми тебе будет интересно, но и ворвалась в такой круг популярных людей, блогеров. Как у меня с друзьями? Да, ну, в плане, насколько в своей тарелке ты себя чувствовала с этими людьми? Я человек, сразу скажу, я не постоянный человек, в плане, мне, может, что-то быстро надо есть, что-то, ну, что-то временно, что-то так, и у меня есть, допустим, вот для меня сейчас самый близкий человек, это вот Динара, который, она знает все мои эмоциональные списки, я могу всем поделиться, всё рассказать, что да как, и она также то же самое. Есть подруги с Астаны, с которыми мы тоже в любой момент можем, я хоть пять утра могу позвонить, ну, то есть это те подруги, которые всегда вот, Амина, давай, типа, мы тебя верим, то есть всю дорогу. И если люди говорят, что друзья познаются в беде, нет, друзья познаются в твоих достижениях и радости, и насколько это искренне происходит, а то они могут это перетерпеть, вот так сквозь зубы улыбаться, а потом где-то там прогнать вот так. И у меня так была подруга, я в Астане, она с Астаны тоже, я её потеряла вот так, потому что она начала характер показывать на ровном месте, и говорю так, извини, ну, типа, нам не по пути. Что касается Алматы, первое, что для меня было непросто, северные люди и южные, они чуть отличаются. Я не говорю, что все, но многие. Типа, ну да, Алмата, наверное, не совсем юг, как алматинцы говорят, но всё равно здесь более, в чём плюс? Более приветливые, более улыбчивые, теплее люди, чем в городе, да, Астана. Но также здесь и есть и минусы. Допустим, в Астане, если у них не получается что-то сделать, они говорят нет. Если ты ему не нравишься, это будет по глазам видно. Здесь нет чуть-чуть. Либо я нахожусь, ну, это шоу-бист, так скажем, да, плюс-минус. Может быть, это так. Или в бизнесе, да, это так, наверное. Ну, блогерская тусовка, кстати, так. Я тоже замечала не раз. У меня могли быть конфликты с какими-то блогерами. Поэтому я недавно взорвалась. А потом ты встречаешься, вот так вот. Ой, привет, как дела? Да, как будто ничего не было. И поэтому недавно сториз взорвалась. Я говорю, нахуй, не подходите ко мне здороваться. Я вас не прошу. И не надо там сидеть, там обсуждать меня, а потом подходить мило. Или вы уже здороваетесь, либо не здороваетесь вообще. А то, типа, один день, когда вы в какой-то компании, такие... А потом, когда сами, такие, привет, так вы определитесь. То есть я прямой достаточно человек. И нашим, и вашим просто. И я... Насчёт дружбы... Чем дальше ты растёшь, тем тяжелее сохранять здоровые отношения. Но я не из тех людей, которые будут собирать возле себя вот так людей, лишь бы, чтобы они тебе поддакивали. Типа, да, ты права, Амина. Да. Типа, мне такие не нужны. Мне нужны люди вокруг меня качественные всегда, которые со своим мнением, неважно, не медийные, не медийные, у кого есть свои ценности определённые. Для меня очень важно, чтобы наши моральные ценности сходились. То, как он зарабатывает, то, как оно развивается. И для меня очень важно, чтобы люди развивались вокруг меня, потому что... И чтобы у них были похожие практически амбиции. Потому что люди без амбиции... Вот мы недавно даже с Динарой обсуждали, мы такие, что-то кажется этот человек, допустим, без амбиции. Скажу, что мы все раненые. Психологически здоровых людей не бывает. Ни нас, блогеров, ни никого. Мне кажется, блогеры одни вообще более раненые, чем те люди, которые нас смотрят. Просто иногда, ну, вот вы нас смотрите, вы смотрите какую-то часть картинки, и как бы блогеры не старались быть суперискренними, очень много остаётся за кадром. И мы намного более раненые. Мы раненые вообще, да. из своих вот этих обид каких-то, из своих трав, мы и приходим в блогинг, чтобы показывать там какую-то, не знаю, свою лучшую сторону. Мне кажется, самые раненые люди это стендаперы. Ну да. Потому что шутить над своими болями это высший просто, это высший уровень ценности. Были проблемы с общением. Я всегда была интроверта, у меня была замкнутая. Я не любила, когда вот даже я была маленькая, у меня дедушка, хотя я жила во дворе, типа, ну, как квартиры, была общая песочница, общая площадка. Мне дедушка сделал отдельную, чтобы ко мне никто не ходил. И моя мама всегда говорила, только не подходите к ней, а то скандал будет. Вот не подходите к ней. Я ни с кем не общалась. Я ненавидела, когда кто-то хотел там со мной играть или ещё что-то. И, наверное, я поэтому пришла в блогинг. Я развивалась чуть быстрее сверстников всегда. И мне было неинтересно. То есть я считала, что, ну, это, наверное, тоже немножко эго, тоже какие-то там трампы. Но я считала, что, типа, вы все немножко туповатые, поэтому вы до меня не доросли. И я как бы вот общалась с камерой. Я только там могла там выразить мысли. Я иногда такие вещи выкладывала на YouTube, что мне мама говорила, дочь, может, этот... Может, не надо? Я там могла поссориться с подругой, вот так сесть перед камерой, взять и всё рассказать. Ну, ты ещё... Я видела твои детские видео, вот это вот так манерное очень. Ну, вот здесь вот... Да, да, да. Я же ничего не могу сделать, если они тупые. Да, я так... Ты такая манерная очень, да. Я помню эти видео. Мир блогинга, он немножко поменялся. Раньше всё-таки было больше души, либо мне так казалось. Сейчас очень модно, ну, в моде же осознанность, там, психология и так далее. Люди, когда расходятся, ну, друзья, пары, неважно, они все занимают политику. Мы из уважения друг к другу, там, не будем раскрывать причин, там, выносить грязное бельё. И за счёт этого, мне кажется, страдает репутация. То есть я очень много замечала, когда крупные блогеры разводятся, они из уважения к детям друг к другу молчат, страдает репутация одной стороны. То же самое в дружбе, там, в отношениях с партнёром. Всегда... Я всегда занимала позицию, типа, я не буду раскрывать причин, вот я из уважения ко всем. И потом тебя как-то всё время пытаются подколоть и сделать тебя виноватым. У людей такая бурная фантазия. Причём это делают одни и те же люди и по-разному. Допустим, меня, вот один и тот же человек может меня как-то подколоть, специально вот так вот задеть. И также, например, этого человека, с которым я не общаюсь, чтобы проверить и мою реакцию, и того человека, и кто из нас поведётся. Бурная фантазия у читателей. Да, я признаю вот эту старую школу, которые... Штат Небраска, вот это всё, они вместе что-то делали, это было всё весело, классно, по-доброму, вайны, вот это всё, это было классно, это было от души. Блин, у нас нет площадки для блогеров. Раньше вот всякие розыгрыши были, всякие что-то вот такое вот было, а сейчас нет площадки, где вас могут по-другому раскрыть, и чтобы вы все объединились. Но, возможно, возможно, я сейчас говорю как старый человек, который вот говорят, а в СССР вот так вот не было. Мы такие песни не слушали. Мне кажется, может быть, тогда и тоже так было, потому что там тоже люди есть, которые рюгались, и которые между собой не общаются. Накипевшая такая тема, наверное, то, что сейчас вот есть такой очень знаменитый у нас банк, да, где ты можешь зайти в приложение и набрать себе кредитов, просто кучу, просто. Продуктов кредитов. Это продукты, презервативы в кредит. Алло. И знаете, момент такой, что я понимаю, народ все злее с каждым годом и злее. И я к чему про банк сказала? К тому, что это финансовая пирамида для финансово необразованных людей, которые вот так вот все забивают, а потом ночью у них это все в голове, да, ну, долбят с утра им, звонят, когда вы оплатите кредит или еще что-то, еще что-то. Потом зарплата маленькая, там, они не хотят ничего делать, они залипают в ТикТоки, залипают в Инстаграме. А в Инстаграме что ты видишь? Все зарабатывают миллионы, там, машины покупают, квартиры, путешествия и так далее. Все это давит, человек не выдерживает и начинает писать. Всякое дерьмо. Но на самом деле, когда я там находилась, когда я находилась вместо вас, я вот, да, рассказала же историю. Я была тоже хейтером. Я никогда не хейтила людей вот так вот. Я просто думала, вау. Эти люди, которые оставляют 300 тысяч за один вечер. И сейчас я тот человек, который я могу 300 ставить, 500, типа, без проблем. Я говорю, как тот человек, который поднялся с нуля, без поддержки и без ничего. Это абсолютно реально. И чтобы, вот, если вы сейчас скажете, ну, у тебя там парень появился. Ребят, чтобы даже у вас нормальная женщина появилась, нормальный парень появилась, нормальная работа, нормальные друзья, партнёры. Да, надо поработать над собой. Это нужно работать над собой. И поэтому я всегда говорю, что вот деньги и духовное, да, оно всегда должно расти вместе. Всегда. Одно без друг друга, оно не может быть. Не может быть. Вообще, бедность и богатство, люди бесятся, когда я это говорю, но я считаю, что бедность и богатство — это выбор. Ты сам выбираешь быть бедным или быть богатым. Это только твоё решение. И ты либо делаешь что-то для этого, либо не делаешь. В том плане, что, ну, всегда можно находить оправдание. Типа, я не в той стране, а ты эскортница, а у тебя родители богатые, а ты вот парня себе нашла, а она вообще там вот это делает, вот то делает. У нас же всё так. Это и фартануло. Потому что людям, они не знают, как ещё оправдать то, что у них не получается. Они же ещё вот так сидят. Да, я же говорила! А там просто какой-нибудь комментарий написал. Эскортница. И говорит, да, я же говорила! Да! Блядь, ребят, если бы я была эскортницей, поверьте, с моими мозгами, с моей внешностью, с моими данными. Давно выкладывала сторис о том, что появилась какая-то девушка, которая очень похожа на тебя и представляется тобой. Я, честно, я впервые с таким столкнулась. выхожу, и мне подходит... Я где-то гуляла, да, и помнишь какой-то... Короче, у меня был один ухажёр, я его очень грубо отшила, он мне ещё подарил столько подарков, задарил меня полностью. Я его ещё грубо отшила, и у него обида, походу, накопилась за два года. И он ко мне подходит и говорит, привет. Я в шоке была его видеть. Я говорю, так, ладно, типа, да-да-да, привет. Он говорит, ты молодец его, никого не слушай, поднимайся дальше, стреляй. Он говорит, ну, а на будущее никогда так с людьми не поступай мне. Я говорю, слушай, ты мужчина же, я женщина. Ты хочешь со мной что сейчас? Выяснять, кто прав, кто виноват? Оставайся мужчиной до конца уже. Или ты хочешь сейчас жаловаться? Что ты хочешь? Я говорю, иди отдыхай. И он так вот пафосно поворачивается и говорит, вон, смотри, такая же, как ты, один в один со мной сидит. Я говорю, вау. Ну, типа, удивил просто. Я смотрю, и она реально на меня похожа. Ямочки, такой аккуратный носик. Всё, и она вот волосы вот так собирает. И, ладно, суть не в этом, как она выглядит. Она ведёт манерами вот так вот. Вот так вот. И потом, я же это выложила в сторис, ну, типа, а, мне ещё, короче, мне все пишут. Ами, 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 ами. И один раз мне женщина, ой, женщина, говорю, моего вот бывшего, которого вот только что мы обсуждали, я с его друзьями, с подругами, они все тоже замужние, я со всеми общаюсь. И она говорит, ами, это ты, что ли? И она мне пишет. Я говорю, нет. Ну, типа, я в другом заведении. Даже мои близкие, типа, я такие, блин, прикинь, она из одних там знакомых, она кому-то сказала даже, типа, моё имя. То есть она... Ладно, нет, типа, то, что человек похож, это же окей. Но то, что она притворяется тобой, это же странно. Короче, к ней подошли сфотографироваться. Типа, вы же этот. И, то есть, она не говорит, что я Амина, но она соглашается. Я в день уже выложила. Почему? Потому что очень много начала слухов идти. А там, когда люди пьяные, когда темно, разбираться не будут. Если вот так вот сбоку сфоткать, ну, типа, там, сидеть с иностранцами или ещё что-то, мне эта репутация не нужна. И это её, да, дело. Ну, хотя бы... Короче, она мне потом пишет, да, и говорит, типа, я, когда ещё в Щекере тебя, ну, когда ты сняла в Щекере, тоже вот писали, мне было так неприятно. Но парадокс в чём? Она вышла всего два месяца назад. Везде её начали замечать. Два года назад её не замечали, ну, то есть не было такого. А я как личность сформировалась только недавно. То есть свой стиль я сформировала недавно. И это понятно, что, ну, то есть человек намеренно это всё делал, и, в принципе, ей выгодно, что столько внимания она получает. И это нормально, в принципе. Я против этого ничего не имею. Но просто я просто заранее обезопасила себя и сказала, что, чтобы моя репутация не страдала, что это не я. И всё. Ну да. А так мне всё равно на неё. Просто на будущем себя так обезопасила. Давай на интересные темы. Сколько ты зарабатываешь сейчас? Можно не прям в цифрах, я знаю, что мы блогеры такого рассказывали. Но можешь рассказать условно, сколько у тебя, может, какие-то интеграции стоят. И на чём сейчас основной фокус в плане финансов? Куда ты больше всего денег сейчас тратишь? Какие у тебя есть крупные финансовые цели, например? Я купила недавно машину. Да, сама. Ту я продала, кстати. Потратила все эти деньги. Просто вот куда-то, лям туда, лям сюда, лям. Вот так вот. И я сказала, я сама куплю. То есть я от этого больше кайф получу. И вот я недавно её купила. Кстати, у Нурс Мага. Реально? Да. У Нурс Мага купила. Ближайшие инвестиции мои. Я хочу открыть бизнес в ближайшее время. Какой вы увидите, узнаете сами. Это будет очень, надеюсь, громко. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты тратишь денег. Это установки. Да, я тоже так думаю. Потому что я вот так смотрю свой Каспий, оборот за месяц. Я такая, что-то... Где эти деньги? Давай, больше трёх миллионов. Конечно. Больше пяти. Да. Больше десяти. Да. Ну всё, дальше мы не пойдём, но вы знаете, что Амина Рамазанова тратит больше десяти миллионов. Да. Там ещё половина денег у Динария. И поэтому мне бы твою маму, которая вот у неё мама, я её очень сильно люблю, и она мне как вторая мама тоже, и она вот у Алины забирает деньги и не отдаёт ей. Это очень крутая вещь, потому что я отранжира. Динария, я задала задание не отдавать мне деньги. Она говорит, тебе если не отдавать, ты будешь недовольна. Да, это я. Если бы деньги мне вот так давали бы, и не объявлялись. Я не знаю, кто это, что это. А мне Динарию дают, поэтому она. Вот. Если кто-то хочет меня тихо радовать, анонимно, можете вот Динарию скидывать деньги, у неё Каспий всегда работает. Я буду только рада. Для хорошего настроения Амини. Да. Мне кажется, что мы сегодня максимально просто все темы затронули. Становление, детство, абьюз в отношениях, окружение, блогинг, выгорание, просто всё, что можно было, затронули в подкасте. И, в принципе, основная цель подкаста, чтобы девчонки, которые тоже стартуют, то есть у которых нету каких-то изначальных ресурсов, да, родителей богатых, денег, там, не знаю, даже там, хотят блогерам быть, квартиры инстаграмные у них нету, да, у них нет ресурсов, чтобы они понимали, что всё возможно и что не нужно там изначально рождаться с золотой ложкой во рту, чтобы у тебя получилось. Поэтому я хочу, чтобы гости подкаста на своих примерах это доказывали. И сегодня твоя история, мне кажется, многих вдохновит. И я уверена, что для многих за эти два часа, пока мы болтаем, ты по-другому раскроешься, потому что хоть мы и общаемся и даже болтаем по душам отдельно как бы от инстаграма, я многие вещи сегодня от тебя услышала впервые. И мне кажется, людям будет тоже интересно посмотреть на тебя, когда ты не только нападаешь и защищаешься, а как бы пускаешь их немножко глубже в свою душу. Вот. Я надеюсь, что действительно это будет полезно, и люди проникнутся твоей историей, замотивируются и пойдут тоже, ну как бы, покорять какие-то свои вершины. У каждого они свои. Вот. Что ты скажешь напоследок? А напоследок? Самое ключевое, давай, что сделала из маленькой Амины, которая с комплексами уезжает из дома, у неё есть 25 тысяч тенге в кармане, тебя сегодня, у которой там больше 10 миллионов в месяц уходит, она тусит, домперенеманы, манеты, тусовки, саморазвитие, бизнесы. То есть, что стало ключевым, что вот перевернуло жизнь? Наверное, никогда не предавайте себя. Что бы там ни было, что бы ни происходило, просто, у меня всегда помогало то, что я верила в себя и верила во Всевышнего, то, что я всегда думала, я как будто, знаешь, я как будто разговаривала с ним постоянно, я думаю, а как здесь мне быть? Что мне делать тут? А почему так со мной произошло? И второй момент, вот когда у вас что-то вот не получилось, а вы пытались очень сильно, вы уже всё приложили, и время, и силы, ну вот все ресурсы, которые у вас есть, и в итоге у вас не получилось, это не значит, что вы проиграли, это не значит, что вы проиграли, потому что, когда я в Астане, у меня всё разрушилось, я думала, что я проиграла, а вот это ещё внутри, оно будет кипеть, такое надо доказать всем, надо что-то сделать, нет, не ведитесь на вот эти вот мысли, это не вы, вы не проиграли, дайте себе отдохнуть, дайте себе оступиться, дайте себе период, вот этот вот подумать, и тогда Всевышний вас направит на правильную мысль, на правильное действие и на правильный результат, вот это самое главное. Да, я согласна. Ну что, ребят, в гостях была Амина Ромазанова, мы вас очень любим, очень рады, что вы были здесь, напишите, кого ещё хотите видеть на подкасте, и надеемся, что вам понравилось, всем пока-пока, Всем пока!